добрый день гости и подписчики моего канала сегодня ролик будет о том как проверить предохранители какие виды предохранителей есть и все в этом ключе те мужики ребята и девушки которые знают как это делать могут данное видео пропустите я же снимаю данный видеоролик для тех ребят которые не знают как проверить предохранитель рабочий он или не рабочий каким способом можно его проверить ну что ж думаю будет интересно поехали ну а перед тем как я продолжу поставьте лайк друзья подпишитесь на канал включите оповещание о новых видео вам это не трудно меня это мотивирует на создание новых видео есть два типа предохранителей это пальчикового типа и вот это что слева 4 предохранители предохранителя это предохранители в народе называют вилочного типа то есть не вот как две ножки такие в виде вилочек вот предохранитель пальчикового типа в нем внутри него находится нить вот такая и это нить крепится по краям колбочки такой вот стеклянной когда происходит короткое замыкание данная нить внутри перегорает и и как бы цепь размыкается где он применяется данный предохранитель в основном по моей практике сколько я вижу в основном это в мотоциклах мопедах скутерах то есть в двухколесных аппаратах вот предохранители вилочного типа применяются уже массово во всей технике строительной легкие автомобили тяжелые какие-то механизмы то есть самые распространенные уже вилочного типа уже пальчиковые уходят на второй план они уже редко где применяются вот вилочные предохранители отличаются цветом и каждый цвет соответствует номиналу то есть красный и этот цвет тоже красный это на 10 ампер предохранители вот десятка нарисована что на одном что на втором синие это на 15 ампер желтые это на 20 ампер есть еще розовые зеленые но ампераж у них уже идет выше и как же проверить все эти предохранители первый способ он самый легкий и самый не точный это визуальный то есть вот берете предохранитель если нить вот это внутри визуально вы смотрите она целая нету разрыва то есть она социальная значит скорее всего данный предохранитель целый вот предохранители вилочные тоже визуально их можно посмотреть целый он или нет а вот внутри как бы синусоида такая есть вот я карандашиком показываю вот соединяет вот два выхода две ножки получается он внутри величину видного и если предохранители не рабочий то скорее всего вот здесь перегорает вот это синусоида в каком-то месте всегда в разном может вверху быть обрыв может где-то возле ножки быть обрыв то есть вот таким вот образом визуально можно определить целый или нет предохранитель есть вот такого типа тоже вилочный вот здесь отверстие прям смотровое здесь визуально смотрим целый нить или нет если обрыв здесь есть вот этой нить то есть она не социальная значит предохранитель сразу выкидываем видите есть с окошками это современные вот с окошками а есть без окошек вот так вот смотрится и что примечательно чтобы посмотреть визуально целый предохранитель или нет он например у вас установлен в машине вам нужно его вытянуть и визуально посмотреть что этот предохранитель справа что этот предохранитель слева если вы не вытяните вы не узнаете визуально целый он или нет этот способ такой я его не очень люблю потому потому что он не точный ну такой способ проверки имеет место быть и я вам о нем рассказал это визуальный способ второй способ уже точный это с помощью цешки я взял самую простую цешку не брал крутую самую обыкновенную которая самая дешевая в продаже вот и предохранители на цешке или мультиметром по-другому в народе ставим в режим прозвонки режим прозвонки на данном приборе перед любой проверкой надо замкнуть два щупа и услышать звуковой сигнал звуковой сигнал услышали значит прибор готов к измерениям давайте начну с пальчикового предохранителя по концам качают кацаясь щупами звуковой сигнал слышен значит данный предохранитель целый вот предохранитель я сейчас покажу вам старого образца что мне именно в данных предохранителях старого образца сейчас вот покажу вот он на 10 ампер и вот слева предохранитель нового образца он тоже на 10 ампер вот но видите в чем разница вот сверху здесь ножки открытые вот слева предохранитель ножек ножки закрытые пластиком вот и вот этот предохранитель что справа он его можно проверять прямо если он установлен на машине то есть не надо его вытаскивать мультиметром прям проверяется на машине а вот вот этот чтобы проверить нужно только снимать с посадочного места где он установлен и проверять мультиметром то есть но это уже современные такие идут я не знаю почему они начали так вот делать их закрытыми может из-за того что чтобы сюда влага не попадала не знаю но вот такие старые их лучше всего проверять прям он установлен на машине или еще где-то и не снимая его можно проверить каким вот образом если вот у вас такого типа предохранитель и он установлен в щитке у вас так же самое касаемся вот щупом одной ножки вторым щупом второй ножки слышите да звуковой сигнал значит предохранитель целый можно проверить с этой стороны без разницы если вы уже сняли данный предохранитель проверяется так один щуп на одну ножку второй щуп на другую ножку слышим звуковой сигнал значит он целый но повторюсь это предохранители старые такие вряд ли уже где-то встретите на современных машинах но современные предохранители такого плана проверяется только вот одним щупом на одну ножку вторым на другую слышен звуковой сигнал значит предохранитель целый то есть думаю с данным способом это номер два проверка с помощью мультиметра вам я понятно объясню сейчас друзья нахожусь под капотном пространстве семерки вот электрический щиток в котором находится предохранители сейчас вам покажу как проверять предохранители не вынимая с данного щитка вот на 20 ампер я его проверить не вытянув с щитка не могу потому что ну как его проверить со всех сторон пластмасса не визуально не проверишь не мультиметром не проверишь только надо его вытаскивать вот предохранители рядом вот на 10 ампер старого образца вот у них видите ножки оголены сверху то есть я могу контроль к или мультиметром проверить мультиметр включаем режим прозвонки касаюсь двух ножек и видите звенит мультиметр значит данный предохранитель целый беру следующее проверяю слышно целый беру рядом предохранитель звенит то есть такие предохранители мне нравится проверять потому что у них открытые ножки вот но если уже ножки закрыты я показывал вам как нужно проверять предохранитель и последний третий способ проверки это если у вас в дороге например перестали гореть и фары или еще какой-то электрический прибор перестал работать и вы решите на то что это предохранитель под руками нет мультиметра или контрольки чтобы проверить предохранитель сейчас я соорудил такую схему покажу вам всегда с собой те собой возите кусок обычного кабеля одножильного вот и лампочку любую на 12 вольт и тогда вы сможете проверить в полевых условиях скажем так без посторонних приборов сейчас я вам покажу вот пациент предохранитель плохо наверное видно сделаю получается на один конец намотал провод и этот провод закрепил к минусовой клемме аккумулятор вон видно это на одну ножку предохранителя я закрепил на вторую ножку вот у меня видите такой вот провод скажем вот на конце видите такая вот вилочка и как прям примастырить сюда к ножке просто вот так вот вставлю крокодильчиком вот этим зажимаю немножко неудобно все это что ради вас не сделаешь чтобы показать сейчас друзья то есть вот вот так вот это выглядит на одну сторону намотал провод он пошел на минусовую клемму второй провод который от ножки выходит вот здесь я крокодильчиком зажал он идет на лампочку на цоколь вот и сейчас я если лампочку лампочка буду касаться нижним вот этим электродом центральным плюсовой клемм аккумулятором если она будет загораться значит предохранитель целый смотрим то есть как бы в разрыв провода минусового я вставил предохранитель думаю понятно смотрим лампочка горит значит предохранитель целый вот такой вот третий способ проверки предохранителя ну кому понравилось данное видео друзья ставим лайки подписываемся на канал в комментариях оставляйте полезное было данное видео для вас или нет что-то узнали вы нового или все три способа которые я показала вы о них знали делитесь данным видосом со своими друзьями все всех благ вам пока пока и 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